Поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался. Что так? Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Всем добрый день. Начинается программа «Встретились, поговорили». Олег Пек в студии и Ольга Троицына, куча. Мы сегодня продолжаем цикл наших бесед, разговоров. И, в частности, в прошлый раз мы говорили о том, как важно поставить все-таки цели и их достигнуть. Но вот сегодня поговорим, может быть, об этом поподробнее. Потому что, с одной стороны, поставить цель «Боже мой, хочу стать миллионером». Собственно говоря, это самое простое, что можно сделать. Или написать книгу, или получить повышение по службе, организовать бизнес. Можно массу целей так себе напридумывать. Но что делать дальше? Возникает вопрос. И, наверное, вот здесь дело не только в одной мотивации. Добрый день всем. Во-первых, я благодарю за выбор этой темы. Потому что все, что касается цели, целеполагания и достижения цели, это одна из очень больших задач, наверное, коучинга. И, возможно, это даже первое основное, чем коучинг занимается. И тут, на самом деле, нам, как коучинг, есть что сказать. И, наверное, на эту тему мы можем тоже говорить достаточно долго. Но я бы хотела начать с самого начала. Что такое цель и почему человек ставит цель? Цель появляется тогда, когда мы хотим каких-то изменений. И выведена формула изменений. Для того, чтобы мы захотели или начали что-то менять, у нас должно существовать недовольство сегодняшней ситуации. И мы должны иметь четкий план выхода из этой ситуации. Только тогда начинаются изменения. Объясню. Потому что у многих людей есть какое-то определенное недовольство. Или там большое, или маленькое. Или работы, или работы отношениями, еще чем-то. Но нет никакого конкретного плана выхода из этого. И ничего не меняется. Люди так и продолжают в этом жить и продолжают, наверное, мечтать о каких-то там изменениях. И есть обратная сторона. Когда есть план, есть цель, но нет определенного недовольства. То есть почему я должен эту цель реализовать? Почему я должен туда идти? Ну да, я придумал, что я хочу стать миллионером. Но меня сейчас все устраивает. Меня устраивает работа, меня устраивает квартира, меня устраивает машина. И зачем мне это надо? Зачем мне надо тратить энергию? А ее надо будет потратить очень-очень много. И времени для того, чтобы эти миллионеры... Да еще и рискнуть. И может быть даже рискнуть всем тем, что ты имеешь. Ведь это может твой план не сработать, провалиться. Ты можешь потерять то, что ты имеешь. В общем, тоже, наверное, такой риск. Конечно. И вот тут я думала, как правильнее начать работать над нашими целями, наверное, просто в формате коуч-сессии. Я решила рассказать, как бы это происходило, если бы вы со своей целью и со своей задачей пришли к коучу. То есть что происходит буквально по шагам? Как происходит эта работа? И если я думаю, что кто-то нас будет смотреть в записи, то, что я сейчас буду говорить, фактически можно взять листик и бумажку и пройтись по своим целям, и посмотреть, насколько у вас это работает, насколько эта цель для вас сейчас актуальна, и она вообще ваша. Потому что тут очень интересный момент. У меня как раз на прошлой неделе было два точно запроса на начало нового бизнеса или нового какого-то проекта. И что самое интересное, фокус этих клиентов был на людях. Я не хочу помогать людям. То есть мой проект поможет людям. Я хочу сделать что-то такое, благодаря чему или людям станет лучше, или они начнут как-то развиваться, или они смогут реализовать свое хобби и так далее. И вот тут уже на старте кроется одна большая ошибка. Потому что если вы держите фокус на тех, кому вы хотите помочь, очень быстро у вас закончится запал. Вы, скорее всего, либо выгорите, либо при первой неудаче вы откажетесь от реализации этой идеи. Потому что вам будет очень важна и нужна обратная связь от этих людей, для которых вы этот проект делаете. И обратную связь от людей, мы знаем, дождаться довольно сложно. Какой-то там благодарности, или, я даже не знаю, не говоря уже про подарки и деньги, а даже вот дождаться благодарности, сказать, все, вот спасибо, ты изменил мою жизнь. И что нужно делать? Да, получается, что с этим сталкиваются, наверное, люди, которые ведут благотворительную деятельность, которые, ну, организуют, может быть, ну, не знаю, там, сборы средств или там организуют какие-нибудь бесплатные обеды для неимущих или собирают что-нибудь. Им может в какой-то момент показаться, что люди, ну, недостаточно благодарны или воспринимают это как должное, и не оценят их усилия, вложенные какие-то вот... Ну, знаете, я думаю, что, во-первых, люди, которые занимаются благотворительностью, они проходят психологическую подготовку, да, и там как раз вот это вот желание и понимание творить добро, оно должно быть настолько внутренним и настолько сильным, что ты начинаешь, приучаешь себя вообще не зависеть от мнений окружающих и от того, что тебе эти люди скажут, да. И вот в любом проекте, который мы начинаем, мы же хотим как лучше. То есть любой бизнес, который мы начинаем, будь это продажа товаров, потому что нам кажется, что эти товары нужны этим людям, да, и заканчивая услугами, мы же делаем как бы не для себя, мы же делаем это всё для людей. И вот тут уже на старте необходимо вернуть фокус себе и написать список как минимум из десяти, что я получу от этого проекта. То есть в идеале, если я не реализую этот проект, вот я не смогу дальше жить. Если я не реализуюсь, мой потенциал не будет полностью раскрыт. Если я не сделаю этот бизнес, я буду чувствовать себя некомфортно, потому что я знаю, что я людям смогу что-то дать. И вот в тот момент, когда мы держим фокус на себе, мы уже наполняем себя огромным дополнительным ресурсом, да, и фактически это вот первое, над чем я работаю с клиентом, на том, чтобы они чётко хотели, знали, что этот проект нужен лично им. И потом, если этот проект приносит пользу, это очень здорово, потому что польза может быть не сразу, не завтра и не через полгода, а, возможно, польза от вашего проекта или от вашего бизнеса, она может быть и через год. И этот год надо как-то протянуть на внутренних ресурсах. Это такая вот заметка из практики. Да, а можно, вот, например, я воспользуюсь очень конкретный пример. Человек хочет написать книгу. И вот здесь тоже вот, ну вот у него есть цель, он мечтает написать книгу, вот как раз-таки, да, вот с этим внутренним ресурсом мне придётся тогда, например, уйти с работы, например, полгода я там должен запланировать, что я полностью посвящу это написанию книги, на что я буду жить, каким образом я смогу ли я поддерживать тот уровень жизни, которому я привык, оплатить по счетам. И вообще, нужна ли будет эта книга людям, захотят ли они её читать. И вообще, не окажется ли так, что я останусь с нераспроданными всеми этими тиражами и буду полностью разочарован, что мой проект провалился. Вот, идеально. И сейчас, смотрите, то есть я могу ответить просто на этот вопрос, а давайте мы как раз этот запрос и протестируем по тем системам, которые предлагает коучинг. То есть первая система, которую предлагает коучинг для целеполагания, это система SMART. То есть мы раскладываем нашу цель по отдельным позициям. Что такое SMART? Это наша цель должна быть specific, measurable, achievable, relevant, timed. Да, и потом ещё два дополнительных пункта. Я переведу на русский язык. Я сейчас объясню, что это такое. То есть цель должна быть у нас конкретная. Что значит конкретная цель? То есть часть мы уже проговорили в начале нашего разговора. Но по сути клиент должен ответить на вопрос, чего я хочу, то есть сама его цель. И если мы говорим про книгу, я хочу написать книгу. Почему это важно? Относительно книги на этом моменте стоит остановиться, наверное, даже более подробно. Почему сейчас мне важно написать эту книгу? Что произошло такого? То есть я достиг какого-то определённого возраста. Я в детстве мечтал, что начиная там в 40-50 лет я напишу книгу. Первое. Второе. Я накопил достаточное количество знаний. Я прямо вижу и чувствую, что моя книга сейчас может быть актуальна. Почему для меня сейчас это важно? Важно, потому что книга – это наследие, и я знаю, что мои дети и внуки, прочитав эту книгу, будут знать, что у них такой хороший, умный, не знаю, там, предок, бабушка или дедушка или ещё кто-то. То есть этот момент, он очень индивидуальный. То есть я набросала его первое, что мне приходит в голову, какие ответы, почему могут быть. Дальше. Что значит конкретная цель? Как я пойму, что у меня всё получилось? Что значит для меня, как я пойму, что я уже эту книгу написал? Тут некоторые рекомендуют даже использовать визуализацию. Визуализация – это в 3D вижу, слышу, чувствую. То есть вы погружаетесь, или коуч вас погружает в тот день, когда эта книга написана. Вот вы прямо как себе этот день представляете, что вы приходите в какой-то, может быть, книжный магазин, вы делаете эту презентацию, эта книга лежит перед вами, вы чувствуете эту книгу, вы перелистываете странички, вы пишете какие-то автографы. То есть эта цель, она наполняется дополнительной энергией, дополнительными смыслами, дополнительными ресурсами. Если клиент на этом моменте конкретики, мы понимаем, что всё у нас так называемый чек, то есть мы посмотрели со всех сторон, и клиент говорит, да, у меня конкретная цель, я всё вижу, хочу, меня эта идея зажигает. Мы идём дальше. Следующее что? Она должна быть измеримой. Здесь всё идёт уже исчисление в конкретных единицах. Это в конкретных штуках книги, в конкретных деньгах, да, во что всё это мероприятие может встать. Потому что сначала мы намечтали книга-книга, но мы понятия не имеем, возможно, на данном этапе, что это, в конце концов, нам будет стоить. Тут тоже очень важно. Клиент, насколько он уже подготовлен к ответу на этот вопрос. Или он вообще даже не начинал смотреть, да, во что ему выльется всё это мероприятие, реализация, или у него уже есть конкретные ответы. Если конкретных ответов нет, то, конечно, мы тогда рекомендуем, что до следующей сессии, там, недели-две, сколько нужно времени, клиент собирает информацию. Потому что вполне вероятно, он тоже где-то романтизирует написание книги, да, может быть, он себя тоже представляет с печатной машинкой, не знаю, стаканчиком виски или коньяка, как он будет вечерами творить. Но тут я бы порекомендовала почитать книжки о людях, которые создавали книги, да, о том, что у муза то приходит, то не приходит, да, о том, что можно полгода просидеть и не написать ни страницы. То есть должен быть какой-то чёткий план. То есть вот тут должно быть измеримо. Вплоть до того, что я вижу, что я могу писать каждый день 10 страниц, да, и там через полгода, через год у меня будет определённый объём, вот у меня будут такие-то главы. И плюс, естественно, я бы рекомендовала, как бизнес-коуч тоже, давайте поговорим про расходы. Сколько это будет стоить? Сколько будет стоить типография? Сколько будет стоить напечатать? И дальше уже у меня есть отдельная даже… Сейчас мы просто про постановку целей, да, но есть огромная область – это постановка финансовых целей, да, это тоже целый раздел, о котором можно говорить часами, то есть как это происходит дальше. То есть фактически это уже идёт бизнес-план, да, то есть где мы эти деньги будем брать. И, например, у клиента тоже всё хорошо, он всё знает, всё просчитал, говорит, да, я готов написать книгу, может быть, я не знаю, где сейчас взять, там, 5 или 10 тысяч, не знаю, сколько стоит написание книги, ну, допускает, да, но я всё равно готов, да, и вопрос уходить с работы, я думаю, что здесь как раз и будет крыться ответ, потому что уйти с работы тогда, на что мы будем книгу выпускать? Уже скорее мы будем искать время для написания, да, то есть искать какие-то ресурсы дополнительные или там на работе делегировать, то есть опять-таки совершенно другая идёт задача, да, над которой мы будем работать, чтобы ничего не терять, а приумножать. Так, это у нас мы относительно, насколько она соизмерима и насколько мы можем измерить и всё посчитать. Следующая цель, она должна быть привлекательной. Тут тоже есть потрясающий инструмент пирамидологических уровней. Вот мы как-то, по-моему, про соцсети, когда у нас был эфир, там женщина позвонила, сказала, что вы всё время про людей, а где же про ценности, да? Вот, и вот на этом этапе я бы как раз рекомендовала вот затронуть эту тему ценностей, это определённый уровень тоже, если мы говорим о пирамиде логических уровней. Насколько этот запрос, эта цель, эта мечта человека соответствует его ценностям, да? То есть какие ценности свои он реализует в написании этой книги? И опять-таки этот проект можно наполнить ещё большим смыслом, да, вложить в него даже то, что клиент, может быть, до этой сессии и не думал, что можно настолько здорово развить эту тему, да, что такое ценности. Например, ценность – это семья. Как мы уже говорили, я напишу книгу, и несмотря на, там, тираж, здесь и сейчас, какое количество людей у меня, там, тысяч или, там, десятки тысяч купят, я точно знаю, что моя книга останется моим детям и внукам. Соответственно, я хочу её наделить таким смыслом, чтобы она была им интересна и нужна. То есть не просто, как преодолеть коронавирус, да, и начать свой бизнес, потому что, может быть, лет через десять это уже не будет актуально, да, а вложить туда какие-то вот свои, не знаю, какие-то переживания, свой какой-то опыт, да, ну, даже прошить, может быть, в эту тему, которая будет интересна твоим детям. И, соответственно, у тебя мотивация и этот фокус из вот этих вот продаж, надо или не надо, он у тебя… Сужается. Сужается до вот этих вот ценностей. Дальше, что там в ценностях себя, здоровье, деньги, в принципе, это тоже ценность, да, тоже, насколько вы фокусируете. То есть вы пишете книгу, чтобы заработать денег, думаю, что вариант так себе, да. И если клиент мне скажет, и мы выясним в течение сессии, что деньги для него самое главное, ну, наверное, я задам вопрос о том, что я не хотел бы клиент поискать ещё какие-то дополнительные смыслы в этой книге, да, потому что вот тут как раз может быть разочарование, да, и тогда вот получается, как ставите всё на одну, как бы, не знаю, там, как базарных игр, да, и если у тебя вдруг этот вариант зарабатывания не выстреливает, то получается, это всё, в общем-то, эта работа была на смарку, и, конечно, будет дичайшее разочарование, там, апатия, ещё что-то, да, о том, что всё, что я делаю, никому не нужно. То есть это как раз вот этот вот раздел привлекательности целей, это про смыслы. Дальше, реалистичная цель. Вот тут тоже это про возможность, вот как мы вначале говорили, «Я хочу стать миллионером», она реалистична здесь и сейчас? Ну, скорее, нет, да, самая реалистичная цель будет это увеличить доход, не знаю, может быть, там, в два-три раза. Это то, что, та цель, которая нас не будет пугать, потому что, когда мы ставим нереалистичную цель, мы её не выполняем. Мы сразу понимаем, что это всё невозможно, и там, яхту я себе не куплю, личный джет я себе не куплю, и тут нет смысла мечтать, да. И поэтому тут тоже очень важно, какую книгу мы хотим написать. То есть будет это, может быть, для начала какая-то небольшая, достаточно тоненькая книга с какими-то там наработками, через которые вы попробуете понять, кто ваша целевая аудитория. Работает эта система, не работает, и это будут с наименьшими вложениями. Или вы уже замахнётесь, как «Война и мир», или там, в то же время, «Молодая гвардия» – это самая страшная книга у меня, травма детства, которую мне надо было за ночь прочитать, да. То есть или вы на такое замахиваетесь, и вообще непонятно, сколько лет вы будете это писать, да, нужно оно будет, не нужно. То есть тут мы тоже говорим о том, что эта цель должна быть реалистичной, и клиент сам формулирует, да, что значит для него реалистичная цель. То есть коуч только задаёт вопросы. Мы ничего не решаем, мы не рекомендуем, мы не советуем, мы не делимся собственным опытом, да. Это не наши полномочия, для этого есть менторы. То есть если клиент понимает, что написание книги ему нужен ментор, прекрасно, то есть он идёт к тому человеку, который книги пишет, да, и советуется с ним, и тот даёт уже какие-то профессиональные советы. Коуч задаёт только вопросы по тому, исходя из тех ответов, которые говорит клиент. Дальше ограниченность во времени, да, это то, что мы тоже говорили. То есть в какое время этот клиент хочет книгу написать? Он говорит, я, например, считаю, что я могу написать книгу за полгода. Прекрасно. И мы тогда задаём дополнительные вопросы. То есть как это будет, да, как он тогда будет выстраивать свой день, как он будет планировать остальные свои дела, чтобы это были не в ущерб семье или работе, для реализации этой цели. И опять-таки только клиент отвечает на эти вопросы, как он сам это видит, и коуч помогает это выстроить наилучшим образом. Потому что мы все помним прекрасно по фильмам вот эта ситуация, когда, ну, очень часто этот образ виден нереализовавшийся писатель. Ну, то есть вот, скажем, его вторая половинка верит в него. Ну, как же это? Он пишет книгу. Почему он не работает? Почему он целыми днями сидит дома? А очень часто бывает, что человек уже просто потерял веру в то, что он что-либо когда-либо напишет и тратит время или за какими-то алкогольными возлияниями, или просто бездельничает? Ну, тут вообще очень интересный такой момент. Это про честность с собой в первую очередь, да, и про то, задаем ли мы себе каждый день вопрос, что я делаю, зачем я это делаю, почему я это делаю, а правда ли для меня важно то, что я делаю. И когда это выливается в прокрастинацию, изо дня в день прикрываться тем, что я творю, а у тебя нету конкретных даже горизонтов, и ты даже не понимаешь, когда же ты закончишь творить, тут вопрос к самому творцу. Потому что я думаю, что и коммерческие книги, и коммерческие фильмы снимаются в определенные сроки, на определенные бюджеты. Мы это прекрасно знаем, это все просчитывается, да, и там все записано по секунду, по минутам. До каждого съемочного дня, да, да, да. И там история успеха, да, а если мы делаем вечные творения, то есть тогда надо понимать, если это творение может растянуться на много-много лет, опять-таки, что ты будешь делать параллельно? Вот сегодня и написалось, но зато у тебя день был наполнен совершенно другим смыслом, да. Я там занимался благотворительностью, или я работал, или еще что-то, ну, не написал и не написал. Зато я сделал много других вещей полезных, там, для себя, для семьи, для развития. Тоже хорошо. А если вот ничего не сделал, да, и как будто писал книгу, ну, тогда вопросы. Но обычно, у кого, я не помню, из писателей был девиз над камином «Ни дня без строчки», и многие писатели ставят себе как раз нормы. И даже вот известные писатели говорят, да, конечно, то, что я ставлю себе норму, это не означает, что я напишу шедевр, но это меня дисциплинирует, это заставляет меня все равно не опускать руки. Ну, и, по-моему, даже Стивен Кинг, у него там есть какая-то норма нескольких страниц, и он позволяет себе два дня в году, по-моему, это Рождество и день рождения, выходных. Он каждый день заставляет себя работать. Вот и ответ. То есть это успешные примеры того, что дисциплина нужна всегда. И что, по сути, делает коуч? Он помогает дисциплинироваться. И если, например, к коучу приходит клиент с запросом «Я хочу написать книгу», но там волей-неволей, раз в неделю, раз в две недели, или, как договорится, коуч с клиентом, придется рассказывать о своих успехах, да, что ты сделал, что ты не сделал. Если через две недели, например, клиент говорит о том, что я не сделал ничего, то абсолютно понятно, что проблемы с мотивацией, и надо еще раз проговорить этот вопрос, еще раз вернуться. И, скорее всего, вспомнить ту мотивацию, которая была в самом начале этого запроса, да, то есть клиент же горел этой идеей, то есть как мы вот прошлись по всей этой системе, да, его же что-то вдохновляло, он же хотел оставить наследие там детям или еще что-то. Вопрос, куда это делать? То есть почему? Возможно изменить какие-то внешние обстоятельства. Например, он планировал работать, хорошо зарабатывать и писать книгу, его уволили, он сейчас сидит без работы. Естественно, энергии нету, в общем, настроение тоже так себе, ну куда там до добра всему миру, да. Соответственно, мы тогда работаем над этим вопросом, мы понимаем, чего не хватает, что должно произойти для того, чтобы это вдохновение снова появилось, да. Либо берем паузу, то есть написание книги – это дело точно добровольное, да, это не расчет налогов, который ты должен до определенного срока подать, и там неважно, муза у тебя, не муза, да. То есть и тогда просто клиент говорит, нет, я чувствую, что у меня нет ресурса, больше не хочу, все, вопросов нет. Тогда откладываем на сколько или там отказываемся вообще от этой идеи. Это же тоже очень, мне кажется, правильно уметь пересмотреть вовремя свои планы, цели, от чего-то отказаться, то, что не нужно, потому что если мы не делаем то, что запланировали, мы же тоже расстраиваемся, да. Мы же люди, и мы начинаем себя вечером пилить и корить за то, что мы не сделали, что с утра мы собирались написать эти там 10 страниц, мы не написали, все, я никто, и у нас начинает, почему-то все наше настроение, весь наш запал тоже идти вниз, зачем это надо, да. То есть мы остаемся в ресурсном состоянии, понимаем, что нет, сегодня не тот день, не та неделя, не тот месяц для того, чтобы писать. Мы вернемся к этому вопросу попозже. Вот, и есть еще два критерия постановки целей дополнительной, помимо смарта, это экологичность. Экологичность. Что такое экологичность? Это, опять-таки, если мы возвращаемся к написанию нашей книги, например, я хочу написать книгу, но я уеду на острова. Все, я брошу жену детей, это все мне неинтересно, это все меня приземляет, а я хочу потока мыслей, и я себя вижу на поле или, не знаю, на Гуа, да, там много денег не надо, у меня эти деньги есть, все. Я для себя решил, да, буду писать шедевр. И вот тут, конечно, момент однозначный, потому что экологичность, надо с клиентом проговорить, насколько вы считаете это вообще классно для вашей семьи, для ваших детей, а что будет потом? Вот вы уедете, вот вы напишите книгу, и тогда мы делаем, конечно, протяжку на несколько лет вперед, да, то есть и что будет потом? Вот вы написали, у вас получилось, или написали, не получилось. Что, да, все, вы переезжаете, вы там решаете развестись, ставить детей здесь, то есть что происходит? И цель, конечно, задача коуча – отследить этот момент и сделать ее максимально экологичной. Вот тут очень важен вот этот вот сторонний взгляд. Ну и плюс цель должна быть сформулирована здесь и сейчас, вот прямо в настоящем. Не потом, когда-нибудь я это сделаю, а если уже мы над этим работаем, то мы над этим работаем. Но вот даже если человек работает над этой книгой, вот его гложет все равно червячок сомнения, что делать дальше, то есть вот будет ли эта книга успешной, потому что мы понимаем, что он поставил, вот сделал ставку на это, и вот у него как момент, я уж не знаю, точка невозврата, то есть он понимает, что если ему нужно решиться, то есть все силы, все ресурсы бросить вот на это, вот убежденность его слабеет, и он говорит, а может быть мне все-таки вот пока отложить, а все-таки вернуться на работу, потому что я понимаю, что вот если вдруг она не продастся, я окажусь в сложной финансовой ситуации, может быть это не мое, а вдруг она не понравится, не знаю, издателю, читателям. Да, абсолютно, все, что вы сказали, мы на сессии именно это и проговариваем, что будет, если будет, потому что у каждого человека перед началом проекта есть страх, это нормально, да, страх провала, и что делает коуч? Он пытается с клиентом разработать такую систему, как бы подложить соломки, и вот все эти пункты, которые названы, они прорабатываются, да, но самое интересное, что сам клиент на них отвечает, это не коуч, его кладет по голове и говорит, ты не волнуйся, все точно будет хорошо, я тебе гарантирую, абсолютно нет. И вот пошагово работать с этими страхами, то есть как мы уже начали с того, что уходим с работы, конечно, не уходим, то есть делаем все максимально для того, чтобы мы ничего не потеряли в наших ресурсах, соответственно, мы находим время, чтобы писать это параллельно, то есть этот пункт у нас уже напряжение как бы снимается, да, там, значит, мы напишем эту книгу за более длительный период времени, да, а не там за месяц, но уйдя с работы, а там за полгода, ну, мы сохраняем работу, при этом как бы тут у нас какие-то риски снимаются. Дальше, относительно того, что купят, не купят, никто этого не знает, даже в Голливуде, мне кажется, которые снимают фильмы, они тоже до конца не знают, какую касту соберет этот фильм, да, это зависит от того, в моем понимании, поскольку я год изучаю тоже личный бренд и работаю над личным брендом, да, продажи очень сильно зависят от личного бренда, то есть если вас никто не знает на рынке, кто вы, что вы, какие бы драгоценные мысли вы не несли сейчас в современном мире, это будет очень сложно продать. Соответственно, если человек не уверен, что он будет продаваться, тогда мы вернемся к вопросу, а не хотите ли вы поработать над личным брендом, то есть где, на какой территории вы хотите продаваться, допустим, я хочу продавать книгу в Латвии, кто вас знает в Латвии, да, ну, на работе 10 человек, прекрасно, значит, скорее всего, это те люди, которые купят вашу книгу, потому что они вас знают. Вас устраивает эти 10 человек? Нет, я хочу тысячу. Тогда, соответственно, вас должна знать тысяча, не знаю, там, сто тысяч, из которых тысяча, может быть, купит вашу книгу, потому что вы являетесь каким-то экспертом, да, или что-то, что-то. То есть прорабатывается совершенно другая система. Тогда клиент начинает, возможно, отвечая на вопросы, понимать, что может быть рано сейчас писать книгу, а может быть и правда поработать год, два, три над личным брендом, а потом, возможно, тебя и пригласят вообще написать книгу, да, и финансирование дадут, и обеспечат тебе какой-то тираж, потому что ты уже интересен людям. Это вообще шикарная история. Ну, это, кстати, вот история, по-моему, с Вонгозером Яны Вагнер, которая сначала стала публиковать в живом журнале завязку начала своего романа, и у нее вдруг образовалась, ну, группа почитателей, фанатов, началось обсуждение, начались предложения, как развивать дальше сюжет, и ей, вот собрав вот эту, какой-то вот резонанс, став довольно популярным и известным блогером, ей было легко издать книгу, издатель уже видел, верил в успех, потому что он понимал, что людей интересует этот сюжет, вот эпидемии смертоносной, и как-то вот книжка действительно выстрелила, и дальше стала сериалом, и, в общем-то, принесла ей довольно большой успех. Ну, это прекрасно. Мне кажется, вообще изучение рынка – это то, что у многих хромает, да, то есть мы видим себя, мы видим свою цель, мы видим свой проект, но мы как-то не очень хотим смотреть, что происходит вокруг, а как другие люди этого достигли, а какие есть истории успеха, потому что это же в любом случае про, ну, маркетинг, да, то есть как у нее получилось. Окей, ты смотришь, а как тебе подходит ее, например, вариант, вот у нее выстрелило, а вот ты так можешь начать какой-то журнал, заинтересовать людей и протестировать эту версию. Нет, это мне, наверное, не подходит. Хорошо. Есть домохозяйки, которые писали свои тоже известные книги, да, и, мне кажется, их биография тоже очень хорошо известна, можно посмотреть, каким образом они, да, что случилось, почему вдруг их книги выстрелили, то есть изучить этот феномен успешности, например, да, плюс нужно понимать, что если, опять-таки, мы живем в Латвии, это своя какая-то специфика, возможно, там, в России будет интересна книга «Человек из Латвии», потому что мы из Европы, да, Россия там положительно к нам относится, в Европе, не знаю, то есть мы дальше упираемся, прежде чем начать, но тут тоже интересно, то есть мы, получается, изучаем конъюнктуру, а если мы возвращаемся в начало нашей сессии, когда человек говорит, я не могу не написать книгу, ну вот не могу, да, то есть тогда эти два процесса могут идти параллельно, тогда если ты не можешь не написать, пиши каждый день, там, пять страниц, просто пиши, да, для того, чтобы ты реализовывался в этом моменте, и параллельно изучай, как ты можешь потом эту книгу наилучшим образом продавать, чтобы ты получил и финансовый результат, да, а не только написал в стол, да, потому что, я думаю, огромное количество литературы пишется в стол, потому что люди не могут не писать, да, и это две разные задачи, реализоваться в написании книги и заработать кучу денег. Ну, например, самый простой, наверное, пример – это мемуары, когда человек, ну, просто хочет поделиться своим жизненным опытом, написать историю своей жизни, ему кажется, что, ну, на примерах он может какие-то дать жизненные уроки, там, будущим поколениям или своим даже родственникам, неизвестно, будет ли его жизнь интересна широкому кругу людей, но, тем не менее, это может быть для кого-то тоже просто самоцель, вот, подвести итоги жизни, самому с собой разобраться, что было хорошего, что было плохого в жизни. Ну, это зависит, это еще раз зависит от того, что человек хочет донести. У меня, например, есть знакомая хорошая в Москве, она финансист, она пишет потрясающие стихи, она их выкладывает в Инстаграме, она нашла в Инстаграм в сообществе людей, которые тоже, которым очень нравится, они в эфирах читают свои стихи, да, она находит это окружение, я не думаю, что у нее есть основная задача где-то выпустить потом сборник, хотя, по-моему, ей уже даже предложили это сделать, да, кто-то через это ее нашел и сказал, слушайте, ну, потрясающе классно, давайте мы поможем, мы, по-моему, даже на музыку ее какие-то стихи приложили, потому что она не может не писать эти стихи, вот это, ну, у нее требует душа, она же их не пишет под заказ, да, ой, вы знаете, там, поэзия хорошо продается, давайте я что-то напишу, ну, нет, это же процесс творческий, да, процесс необходимости реализации, и вот тут, еще раз говорю, поэтому в сессии мы всегда очень, вы правда этого хотите, это правда, вот ваше глубинное желание писать эту книгу, да, не просто потому, что другие пишут, то тоже очень важно, чьи это цели, очень много целей у нас в жизни не наши, а цели какие-то поставленные нашими родителями, да, или там у друзей-то есть, я тоже это хочу, друг купил новую машину, мне, наверное, тоже надо, но это же не твоя цель, если ты ездишь прекрасно на электричке, тратишь евро, там, не знаю, 30 в день, это дешево и здорово и удобно, покупать машину, ну, и тратить свои деньги только потому, что друг купил, ну, нет, и вот эти моменты тоже очень важно отделить от себя, да, и реализовывать именно свои глубинные цели, и если написание ваша глубинная цель, то все будет прекрасно, и вам будет потом неважно, какое количество опубликовалось, сколько вы купили, вы будете довольны проделанной работой, что вы это сделали, вы поставили цель, вы книгу написали, книга вам нравится, может быть, не сейчас, может быть, через 5 лет вы ее издадите, но вы это сделали, и вы довольны, да, а купили, не купили, это уже вторично. Ну, и вот вопрос тогда получается, получается, что здесь главное, если просто написать, реализовать эту цель, вот достигает ли человек этой цели, если, предположим, книга его не раскуплена, если он не стал популярным, и его книгу там не обсуждают, но тем не менее, он смог осуществить то, что он мечтал, он написал, он сумел ее издать, хотя бы маленьким, небольшим тиражом, он смог ее, ну, условно говоря, в национальной библиотеке эта книга будет, и кто вот заинтересуется, он всегда может прийти и найти эту книгу. Тогда цель достигнут. Я бы сказала, что это самое классное решение, вот, если запрос на написание книги. Тут я услышала, он стал популярным, подождите, это опять совершенно другая цель. Быть популярным можно и не через книгу, да, то есть, если человек думает, что написав книгу, он станет популярным и что-то будет обсуждать, давайте возвращаться в начало. Да, тогда что вы хотите? Если популярность, давайте еще проработаем 5-10 вариантов, как можно стать популярным. А возможно, книга для вас это не самый короткий путь к популярности, да, а вы можете совсем другое, не знаю, создать свой курс, обучить студентов, сертифицироваться, да, и вас точно будут обсуждать, и вы точно будете уже популярны там, в точке зрения, как бы, преподавания, да, кому что ближе. И опять-таки, тогда получается, это не совсем цель человека написать книгу и стать популярным. Он видел, что через книгу некоторые люди, причем статистически их очень мало, я думаю, исходя из всего объема написанных, отпечатанных книг и литературы, да, и я там как раз сейчас смотрела российских, современных там публицистов, по-моему, там 10 тысяч книг, и они говорят о том, что это хороший тираж, я помню там советскую литературу, ты там как залезаешь в этот тираж, да, там полстраны, там миллионы-миллионы, и поэтому там 5-10 тысяч экземпляров, мне кажется, это немного. В Латвии 500 экземпляров это считается нормальным, 500 экземпляров считается нормальный тираж, 1000 это уже хит, все, что больше 1000, это бестселлер. Ну вот, и смотрите, тогда исходим из этой латвийской статистики, прекрасно, что вы дали эту вводную, 500 экземпляров, сколько стоит выпечатать 500 экземпляров, если очень надо, то благодаря финансовым инструментам коучинга можно найти деньги на 50, эти 500 и положить на боку. Все, 500 есть классно, купили, не купили классно, все сделал, реализовал, деньги нашел, выдохнул, я молодец. Какая следующая наша цель? Это же про это, то есть что теперь? Книгу я написал, что? Дерево, сын, дом, то есть какие дальше цели? Или там самореализация, или пока писал книгу, понял, что книга это мало, а хочу теперь вот, на самом деле, там курс студентов обучать. Прекрасно, все, тогда идем этим путем. Поэтому все абсолютно как бы логично, но всегда нужно именно это все, как бы, насколько это отзывается. Вот буквально по шагу, мы делаем шаг, это отзывается с тем, что мы вот изначально запланировали. То есть правда ли мы идем по тому пути, или в какой-то момент у нас появились новые вводные, и мы хотим уже что-то поменять, что-то переиграть. Я говорю, где-то нажать на паузу, это тоже очень важно, потому что многие люди считают, что если они запланировали написать книгу, все, вынь-то положу. Кровь из носу, раз он сказал, соседушную книгу напишет, и гори все с ним пламенем. Чего бы мне это ни стоило, продам машину-почку, я эту книгу допишу. Вот это тоже печальная история. Но вот так тоже, мне кажется, не надо. Но надо быть более эластичным по отношению к своим целям, и уметь их менять, и понимать, когда они становятся уже слишком затратны, не так, как вы планировали, или что-то идет не по плану. Просто остановиться, подумать, в этом нет никакой трагедии. Наверняка есть какой-то другой вариант реализации, другой путь, и он появился, о котором мы не знали до этого. Ну, то есть, в разговоре вот с коучем вдруг становится понятно, что на самом-то деле цель была другой, и просто мы меняем инструмент. Мы понимаем, что бросаем книгу, и понимаем, что надо найти какой-то другой инструмент. Просто была не книга целью, а достижение или популярности, известности, может быть, обсуждаемости своей персоны, повысить свой статус, может быть, в глазах окружающих. То есть, этого можно достичь другими путями. Ну, в идеале, вообще мы это должны понять на первых сессиях, прежде чем мы начали писать книгу, а через вопросы и через проработку, прежде чем бежать, что-то делать и тратить деньги, мы уже на этой стадии должны понять, какая конечная цель. И вот во время сессии у меня много раз было с клиентами, когда мы делаем, делаем, говорит, нет, что-то не так. Во время сессии уже я чувствую, что или там все равно вот мы проговорили, но все равно у меня есть неуверенность, все равно я чувствую, что я боюсь какого-то провала. Мы тогда возвращаемся во время сессии на несколько шагов назад, так что же все-таки не так по внутренним ощущениям? То есть, почему этот страх? Потому что все-таки надо чем-то пожертвовать, а вы не готовы. Он говорит, да, все-таки я не готов даже потратить тысячу на том, чтобы реализовать и напечатать эту книгу без гарантии, что эту книгу раскупят, что я эту тысячу отобью. Не готов. Ну, значит, идеально. Значит, не время и не место для этого проекта. И тогда мы ищем опять, для чего эта книга была нужна, так какая была конечная цель, там популярность, доказать другу, доказать жене, что я что-то могу, или семье, или маме, или папе. И когда мы говорим, чтобы что-то доказать, тогда работается вообще над другими запросами. То есть, тут очень важно. Но это все можно решить во время сессии, не начиная еще делать каких-то лишних движений. Вот это, мне кажется, очень ценно. Есть легенда, что Фрэнк Синатра, когда вот он только начинал свой путь в карьере, у него была поставлена очень странная цель. То есть, он вырезал фотографии самых известных женщин Америки того времени, он повесил у себя их в гримерке, и, как бы, мягко говоря, его целью было завоевать этих женщин, и каждая вот завоеванная женщина, он, значит, снимал эту фотографию. И вот что было все-таки его целью? Я вот, какую цель он ставил перед собой, вот составив такой донжуанский список? Ой, было бы здорово, конечно, это снимал, суть и сейчас за него додумать, что он делал. Я в этом вижу визуальную, визуальное, наверное, усиление мотивации, можно вообще так сказать, да? То есть, есть, у меня тоже там целый план, как сделать, чтобы все-таки пройти этот путь и не свернуть, даже не пользуясь услугами коуча, скажем так, да, есть целая система поддержки, это начиная с окружения, заканчивая как раз и напоминалки, и встраиваются какие-то новые привычки, и новые книги, новые мастер-классы для того, чтобы себя все время насыщать от этой энергии и знать точно, что если вдруг у вас мотивация падает, что вы будете делать, да? И там, скорее всего, очень похоже на то, что цель была большая и глобальная, да, но, не знаю, там с коучами работали, не работали, да вот, он сам себе придумал план достижения через те инструменты, которые ему близки, да, потому что как он мог завоевать этих женщин, только став известным, популяренным, да, это вот параличный бренд, который мы сейчас называем, и он, потому что будучи никем, скорее всего, он бы не заинтересовал этих женщин, соответственно, он шел вот таким вот путем, он становился известным для того, чтобы заинтересовать, да, и тут классно, но он держал фокус на себе, он понял, что он должен стать кем-то для того, чтобы стать интересным, да, потому что, если мы говорим там всякие патологии, маньяки, им вообще все равно, да, они добиваются этого человека не экологичным путем, но, по сути, там на какое-то время эта женщина ему принадлежит, да, а тут экологичнейший, это работа над собой в центре этого всего, потому что он был низкорослым, в принципе, вот лопоухим, и, ну, вот он не был идеалом, привлекательности, тем не менее, вот он через свой голос, через харизму, через вот какую-то совершенно потрясающую энергию, он очаровывал, мог обаять людей и воздействовать на них. А как вы думаете, на чем, из чего состоят женские тренинги, когда хочу выйти замуж, особенно для миллионера, никто же не рассказывает, что вы вот такая, какая есть, ты идешь, встречаешь миллионера, кидаешься ему в ноги, нет, все тренинги над личностным ростом, да, и говорят, неважно какая ты, там, высокая, низкая, полненькая, худая, да, если ты будешь работать над собой, над своим внутренним миром и станешь интересно окружающим, то два варианта, либо тебе сам уже этот миллионер не нужен будет, да, либо ты привлечешь того человека, который будет уже соответствовать твоему тому уровню, и работать с человеком гораздо проще, да, потому что этот момент подконтрольности, это то, что мне тоже очень нравится, как бы в коучинге, мы не можем контролировать других людей, очень многие приходят с запросом, там, начиная, хочу получить кредит в банке, а насколько тебе это подконтрольно, ну, мне кажется, вообще не подконтрольно, я говорю, нет, 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 давайте-ка, теперь выстроим так, чтобы этот момент вам был подконтролен, то есть, что сделать так, собрать все бумаги, зарплаты и так далее, чтобы шансов на отказ было меньше, все время фокус к человеку возвращается, и так же и в желаниях, и в достижениях, то есть, работаете только с человеками, не до окружающими, чтобы они пришли, они дали, они помогли, они купили, а над человеком, то есть, что ты можешь ждать, и потом, благодаря твоей внутренней трансформации, ты все это получишь, просто по-другому, экологично и органично. Ну, вот, у нас уже почти так время начинает поджимать, если подводить немножко итоги, неважно, вот мы сегодня разбирали просто пример написания книги, но просто такой яркий, простой, который достаточно очень наглядно может показать все эти трудности, все-таки, что нужно, вот нужен ли, во-первых, коуч для того, чтобы достичь цели, можно ли это сделать самому, или в каких случаях нужна поддержка, вот именно консультация коуча, и вот как составить этот алгоритм достижения цели, чтобы он был самому себе ясен и понятен? Выбор коуча – это вопрос личный, то есть, те, кто понимают и видят ценность в этом во всем, тот же, тот же, очень интересно, что про коучинг все-таки мало кто знает, все знают психологию, естественно, какие-то другие науки, коучинг – это все-таки что-то новое и свежее, чем больше нас будет где-то вот в эфирах, и мне кажется, мы будем рассказывать о таких практических вещах, тем больше люди будут понимать, что мы им можем дать, но без коуча тоже люди жили и достигали, это тоже надо понимать, но это должна быть огромная внутренняя сила и дисциплина, и плюс, наверное, такое логическое структурное мышление, потому что если ты человек творческий, про написание книги, сесть и вот так вот разложить все по полкам, расчертить листик, написать плюсы и минусы, покрутить со всех сторон, и ставить еще пошаговый план, потому что любая сессия заканчивается пошаговым планом, и поставить самому сроки, и потом эти шаги делать, этот план выполнять – это очень сложно, это не невозможно, но это очень сложно, и поэтому даже у каждого коуча есть свой коуч, потому что у нас тоже есть свои определенные задачи, и мы знаем, что когда ты работаешь с кем-то, это даже как просто поговорить, то есть пока ты говоришь что-то, проговариваешь, ты уже многое понимаешь, когда ты разговариваешь с собой в голове, то результат, конечно, гораздо меньше, и поэтому фактически вот такая конструктивная должна быть беседа, но эти инструменты их изучают, то есть можно, наверное, там тоже найти в интернете какие-то инструменты, попробовать их на себе испробовать, но стоит ли с тобой так рисковать, когда это не такая недоступная услуга, пойти даже хотя бы один раз сходить коучу со своей идеей и целью, но даже на одну сессию посмотреть, как это работает, получить какую-то новую информацию, и потом уже принимать решение, может тебе этот человек конкретно помочь или нет, но то, что это будет эффективно, и ты получишь совершенно новое видение своей ситуации, это 100%, и мне кажется, грех не использовать вот в современном мире, когда есть такая возможность. А сколько примерно нужно все-таки таких сессий для того, чтобы достичь цели? Ой, хороший, кстати, вопрос, потому что коучи тоже продают как бы сетами, если человек приходит с запросом, то стараются сразу продать, ну не знаю, там минимум 3, там 6 или 9 сессий, опять-таки для внутренней дисциплины человека, то есть не потому, что там коучу нужны прямо вот эти вот деньги, а понимая, что если дать волю, я тоже эти эксперименты проводила клиенту самому, например, даже назначать следующую встречу, у меня была клиентка, которой мы договорились раз в 2 недели, она перекладывала потом на 3 недели. Ну и после первого такого перекладывания, я, конечно, сказала, что, ну, видимо, это не работа с коучем, да, это что-то другое, и, ну, там либо запроса не было, да, либо она поняла, что она не готова так интенсивно работать, да, потому что все равно запрос на проект, его надо реализовать, это про интенсивность, да, что все-таки мы не можем там на 10 лет, поэтому мы вначале проговариваем срок, и если клиент говорит, хочу написать книгу полгода, то коуч может выстроить сразу систему сопровождения, там, раз в 2 недели, например, и уже будет понятно, сколько этих встреч, и тогда будет результат, да, очень часто сходить на 2-3 сессии, потом человек, естественно, мотивация уходит, там вот проявляется 300 причин, почему нет, и потом он говорит, ой, а мне коуч не помог, да, ну, как, а если вот все, ты сам от всего отказался, его вычеркнул в своей жизни, и сам перестал следовать своему плану, то есть тут как бы выбор каждого. Можно ли сказать, что вот реализовав этот план, можно смело приступать к следующему плану, то есть этот коучинг может ли быть таким сопровождением по жизни, потому что человек идет от одной цели к другой? Ну, если вы сейчас послушаете, почитаете успешных людей, я недавно была даже на конференции, на российской, три дня, и у них прямо первый вопрос был, есть ли у вас, работаете ли вы там с коучами и психологами? Все люди, которые выступали три дня на эти конференции, они сказали, и коучи, и психологи. То есть у меня вот прямо, вот как мы ходим, там, не знаю, в парикмахерскую, да, или там к доктору, еще что-то, то есть у меня есть эти люди на основе, потому что они следят за тем, правильно ли я все понимаю, потому что это тоже немножко про адекватность, да, иногда бывают эмоции зашкаливаются, то тебе нужна просто поддержка человека со стороны, чтобы тебя вернуло в русло, поэтому все работают как бы постоянно, потому что это очень классная поддерживающая среда, да, конструктивная поддерживающая среда, которая тебя выслушает, всегда задаст какие-то правильные вопросы, и ты быстрее найдешь решение, вместо того, чтобы вот это русское радио в голове, с утра до вечера и по ночам, да, что же будет, а как же будет. То ты пришел, ты на сессии все прошел, проговорил, план себе составил и пошел как бы достигать, то есть решать какие-то вопросы, поэтому вот успешные люди все работают с коучами, психологами, это, наверное, ответ. Ну и мы продолжим встречи с коучем, я напомню, Ольга Трайц, она сегодня была с нами на прямой связи, и мы, наверное, в следующий раз поговорим, может быть, о проблемах, как вот мы обсуждали смены профессии, вообще, что с этим связано, если вы, это я уже обращаюсь с нашим слушателем заинтересовались, то следите вот за нашим эфиром и в следующую среду мы затронем в том числе и вот эти вопросы. Спасибо большое, удачного дня, всего доброго, до свидания. Вам также благодарю. День в день, час в час.